5. Блокчейн и банки Я знаю, как работают крупные финансовые учреждения. Во-первых, они не будут использовать технологию бездумно. Они работают с деньгами и жизнью людей. Эти сферы очень медленно совершенствуются. После внедрения новые системы в течение некоторого времени будут работать параллельно со старыми системами, а затем уже полностью перейдут на новую систему. Это стандартный процесс внедрения новых технологий. Я знала, что на это понадобится время. Конечно, существуют и противники новой технологии. Их она пугает. Здесь можно привести аналогию с AT&T, Verizon и Kodak. Новая технология ставит под угрозу их бизнес-модели. Поэтому они будут действовать медленно, пытаться ограничить внедрение разрабатываемых трансформационных сетей. В теории игр есть подход, объясняющий то, как технология выходит на рынки. Здесь, в ЦУГе, мы проводили различные собрания после появления этого эксперимента с биткоином. Например, мы пригласили банкиров и людей из банковской сферы ЦУГа. И попытались наладить их контакт с людьми из криптодолины. И они поговорили, но банкиры остались едва очень довольны. Они сказали, что возможны проблемы с законодательством, и все это для них непросто. Но многое зависит и от отношения к этому вопросу. Все, наш город, наша администрация и банки должны быть готовы. Я понимаю, что в каком-то смысле они действуют с позиции защиты. Но с другой стороны, они проводят исследования и создают команды людей для решения возникающих проблем. Возможно, сейчас они решили подождать, но в конце концов, я уверен, что они примут новую технологию. Я думаю, что появится много революционных идей с использованием блокчейн-технологии. И это приведет к тому, что банкам придется волноваться не только из-за соперничества с другими банками. Им нужно опасаться создания единого банка нового поколения, банковской сети, к которой можно будет подключиться с телефона, децентрализованной, распределенной сети, основанной на цифровом токене, цифровом активе, который выпускается не банком, правительством или кем-то еще. Такая система создает различные возможности и пути трансформации не только для предприятий и правительства, но и для всего общества. Сейчас многие банки-консалтинговые компании и другие, например, аудиторские компании из Большой Четверки говорят о том, как они могут снизить расходы с помощью этой технологии. Например, на публичных торгах и в других сферах. Но если мы, например, возьмем публичные торги, то как можно снизить расходы на рынке, который в будущем не будет существовать? Что, если торги ценными бумагами будут происходить между равноправными участниками на рынке, который не имеет традиционных посредников, брокеров, агентов, эскроу-агентов, клиринговых организаций и других участников, на которых мы полагаемся сегодня? В этой сфере можно снизить расходы, но что, если рынок может работать без участия посредников? Лидеры крупных компаний должны не только думать о расходах, но и о стратегии. Что позволяет делать эта технология? Чего мы не могли делать раньше? Думаю, что для внедрения этой системы потребуется много времени. Возможно, потребуется стандартный цикл внедрения технологий для принятия новой системы. Я говорил о СМИ, что считаю, что через 20 лет финансовые услуги будут представлять из себя лишь программное обеспечение, а смарт-контракты автоматизируют многие процессы, которые осуществляют сегодня учреждения и люди. Больше информации о биткоине и свежие новости на сайте bitnovosti.com Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, поддержите проект, переведя немного биткоинов по адресу на экране. Это поможет продвижению биткоина и его распространению.